здравствуйте уважаемые дамы и господа любители и профессионалы боевых искусств и сегодня на видеоканале планета дзюдо я роман карасев хочу познакомить вас с одним уникальным памятником или скульптурой которая возведена буквально недавно и было открытие буквально в конце 2020 года эта скульптура находится на очень известном в мире культурном достоянии не только российской федерации но и всего мира всего спортивного сообщества это олимпийский центр лужники и вот за моей спиной скульптура основал основателем борьбы самбо и эта скульптура посвящена виктору спиридонову василию ощепкову и анатолию харлампиеву это три человека которые по задумке создателей этого монумента так сказать этой скульптуры являются основоположниками или создателями борьбы самбо хотя конечно есть возможно и некая такая претензия к размышлению о том все таки кто же стоял у самого истока создания борьбы самбо очень много исследований по этому вопросу сделано алексеем горболеум и опубликовано в его материалах в его научно-научном издании хиден а также выпущен недавно была она буквально там может быть год назад или полтора года назад книга по поводу именно становление самбо но это вопрос второй а сегодня конечно же хочется больше немножечко сказать о этой скульптуре автором скульптуры является группа скульпторов под руководством салавата чербакова известного скульптора который много делает хороших интересных композиций не только в области спорта но и в других искусствах давайте мы немножечко пройдемся вокруг этой композиции что хочется сказать вот на центральной части этой композиции изображен изображен бросок все два самбиста один из которых выполняет прием который называется мельница классической форме самбо это борцовках борцовках куртки самбо и шортов они значит одеты и внизу надпись внизу есть надпись самбо наука побеждать на переднем плане вот здесь вот с правой стороны изображен изображены три человека это именно те трое которые являются основоположниками борьбы самбо как я понимаю виктор спиридонов василий ощепков и анатолий орлампиев они одеты в разные одежды мы сейчас потом чуть поближе подойдем ну вот я так понял что совсем на переднем плане в форме кимоно отсюда мне не видно но я могу вот так поближе подойти это василий ощепков сидит 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 рядом с ним это скорее всего анатолий хорлампиев и виктор спиридонов вот который стоит форме уже такого военного пошив пошива здесь у нас дата основания борьбы самбо это 16 ноября 1938 года именно в эту дату было постановление о создании борьбы самбо потом будет ссылка на этот материал хотя тоже опять есть много вопросов но с точки зрения как говорится государственного утверждения да это дата вот признана 16 ноября 1938 38 года и также вот я сейчас посмотрел там будет рядом табличка вот там внизу написано что в 1932 году в спортивном обществе динамо была открыта первая секция самбо в тридцать втором году а в тридцать восьмом было как бы официально объявлено в создании борьбы самбо самбо как мы все знаем аббревиатура которая расшифровывается как самозащита без оружия и давайте мы еще сейчас пройдемся по кругу я возьму сейчас камеру и немножко посмотрим с разных ракурсов как выглядит эта композиция скульптурные еще раз я напомню что мы находимся в олимпийском комплексе лужники здесь аллея славы вот немножко впереди олимпийский огонь чем интересно еще это место то что ровно ну уже получается 41 год пошел как были проведены в советском союзе в городе москве летние олимпийские игры и на самом деле вот это символично что вот этот эта скульптура здесь находится потому что много тоже об этом было разговоров то что еще в 1980 году борьба самбо могла была быть включена в программу олимпийских игр но по каким-то видимо политическим соображением этого не было сделано а почему могла была быть включена потому что по правилам международного олимпийского комитета страна организатор может включить в программу игр свой национальный вид спорта которому относится борьба самбо но этого не было сделано тоже будет на я сделаю ссылочку по какой причине почему и какой вид спорта был включен конечно причину никому так и не понятно вот ну момент был упущен сегодня конечно самбо пытается войти также в программу олимпийских игр уже международный олимпийский комитет признал так сказать борьбу самбо но пока на сегодняшний день именно в программу официальную программу проведения соревнований по борьбе самбо в олимпийской в олимпийской программе пока такого нет но все надеются международная федерация самбо надеется на это много сил прикладывается к этому проводится много мероприятий ну давайте мы вернемся к нашему памятнику нашей скульптуре композиции и пройдемся вокруг посмотрим так мы немножечко приблизим композицию сейчас издали это вот центральная часть и вот мы пройдемся вот три основателя и так можно сказать основоположники борьбы самбо а щепков лампе в спиридонов ну не знаю в какой последовательности можно это все делать но в любом случае вот мы видим что двое из тех кто в этой скульптуре 2 из 3 они одеты в классическую форму дзюдзюцу или сегодня говорят дзюдо до японской системы физического воспитания боевого искусства вот сегодня снежная погода они немножко заснежены у нас и третий это скорее всего спиридонов он одет форму такого военного пошива и здесь табличка давайте мы сейчас попробуем ее почистить и посмотрим что там написано да как я и говорил что значит здесь написано 16 ноября 1938 года приказ номер 633 по всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта при снк ссср о развитии борьбы вольного стиля и такая палочка дробь самбо то есть мы видим что на тот момент как бы она вот так вот именовалась именно борьба вольного стиля дробь самбо я так думаю мое предположение что с точки зрения именно спортивной составляющей да это наверное все таки борьба вольного стиля а с точки зрения прикладного это самбо самозащита без оружия вот и здесь у нас также вот есть такая гравировка в 1923 году в спортивном обществе динамо была открыта первая секция она называлась нападение и защиты не знаю как ну и наверное наверное это правильно нападение защиты хотя в принципе на эту тему тоже можно поразмышлять ну давайте пойдем дальше посмотрим с разных ракурсов и так мы идем дальше обходим эту композицию скульптурную вот сзади кстати как раз видно но я немножечко вот ошибся и когда обошел с другой стороны спереди было снегом присыпано вот мы видим со стороны спины то скульптура человек который стоит она принципе здесь четкого куртка самбо куртка самбо вот с такими вот вы можете увидеть у нее такие как бы крылышки вот здесь вот сделаны видите вот здесь даже есть надпись салават шербаков скульптур и вот пояс видите как сделал что с такими вот прорезями то есть видим это куртка самбо но в штанах то есть не в шортах а здесь все сидит это человек у которых непосредственно видимо это дзюдога так называемая одежда для самбо вот ну здесь мы с задней стороны видим ты 2020 год это открытие было этого это скульптуру в декабре в конце декабря то есть ровно через 40 лет после того момента как самбо могло быть олимпийским видом спорта я опять вернулся к этому вопросу немножечко так с другой стороны вот мы посмотрим здесь такая как бы стена и на ней на ней на ней изображены различные вариации приемов точнее такие спарринги и сейчас мы их посмотрим я немножко отвлекся ну давайте продолжим дальше вы как раз посмотрели уже и давайте мы посмотрим что же здесь изображено или кто изображен на этой части скульптурной композиции я подойду поближе и мы посмотрим итак здесь мы видим здесь мы видим во первых центральная часть это Евгений Михайлович Чумаков человек очень известный в мире самбо воспитавший целую так сказать плеяду известных самбистов те которые в последующем продолжали продолжали традицию советского и сегодня российского самбо видный видный деятель развития самбо ученый один из его учеников это мой учитель Илья Лазаревич Ципурский и так слову скажу что всего сегодня существует академия самбо Ильи Ципурского который проводит различные мероприятия в области просвещения самбо как системы физического воспитания но давайте вернемся дальше значит здесь у нас вот мы видим разные варианты применения самбо как вот прикладного значения да именно здесь сотрудники два человека в военной форме они проводят различные приемы здесь спортивная самбо видно здесь раздел боевого самбо тоже спортивного да здесь у нас тоже два борца здесь немножко вот показано непосредственно джудо вот видно потому что здесь форма формы джудаистов проводится прием так называемого чимата подклад с этой стороны давайте посмотрим у меня ушло здесь самбисты потому что форма самбо видна я видна и вот здесь еще с краю здесь видно вот он здесь тоже форма самбо и какой классический прием болевой ущемление силового пожилия да очень популярный борьбе самбо давайте посмотрим что немножечко здесь если видно отсюда здесь тоже приемы самбо ну то есть в принципе в принципе что хочу сказать что здесь именно такая композиция выполнена так сказать объясняет что же такое самбо вот а центральная часть как мы видим этой композиции посвящена евгений михал чумакову ну наверное по причине того что это такая выдающаяся личность в области самбо так сказать уже такого более современного вот и многие труды сегодняшние по которым изучается самбо конечно выполнены вот этим легендарным человеком вот такая скульптура мы сейчас немножко еще поближе подойдем и посмотрим вот мы можем увидеть здесь такие скульптурные дополнения небольшие так ну мы двигаемся дальше и обходим скульптуру с другой стороны вот она опять возвышается здесь ну потом я еще подойду поближе и сказать размеры этой скульптуры чтобы были понятны так а здесь у нас вот вот мы остановимся вот на этой части давайте подойду я поближе чтобы посмотреть что у нас вот здесь мы сейчас немножко отречнем снег и нам будет понятно что здесь видно так я сейчас одену перчаточки здесь у нас припорошены снегом и сейчас мы посмотрим я так думаю я так думаю что это композиция дополнение того что самбо помимо того что оно конечно создана как бы такая основа это взята за основу дзюдзюцу японской дзюдо но и дополнена различными другими видами борьбы которые так сказать расширили представление о том как можно применять самбо или вообще расширили представление о борьбе и дополни из других национальных видов борьбы на тот момент советского государства и вот мы здесь видим культуры немножко снегом здесь так припорошка совсем понятно что если поближе здесь разные виды борьбы из разных республик и стран вот здесь указано много я может быть сейчас немножко поближе их сниму чтоб было видно давайте мы понаблюдаем они в различных одеждах запечатлены эти люди так сказать борющиеся ну это показывает о том что самбо так сказать вобрало в себя то есть идея я так думаю связано с тем что показать что самбо вобрало в себя многообразие различных систем борьбы которые на тот момент были известны и как-то они вот таким образом расширили арсенал технических приемов самбо борьбы вольного стиля и самбо ну хотя опять можно много говорить на эту тему вот что дальше у нас дальше у нас вот здесь есть надпись о том кто создал эту композицию скульптор салават щербаков и дальше мы идем вот здесь еще есть одна такая композиция немножко она тоже припорошен снегом сейчас мы посмотрим что же это такое это тоже явно два два борца чтобы понять в чем они одеты они одеты тоже у них это не форма самбо это какая-то это 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 тоже какая-то разновидность видимо какой-то на одной из народных считали Egypt на на это д tit